давайте теперь немножечко про рамочки и про перемещение да то есть вообще говоря вот знаете как его держать когда он уже полностью вставил рамки вопрос из разряда как уйти из скрутки когда вам полностью забрали ногу в какой-то момент это превращается в ответ никак то есть в реалистичной ситуации с нормальным оппонентом да если он полностью поставил обе рамки вот не вот локоть должен быть и здесь в рамке паша подмышкой да помнишь как бы ты локтем подмышку выигрываешь если он поставил рамки все соберись чуть больше пока не усадь не записать дата здесь я уже не удержу здесь мне уже придется менять базу мне придется вставать убирать его ноги по сути снова делать работу по проходу горда если у меня есть что-то тут хотя бы вес я уже могу отработать вот здесь я уже могу отработать почему потому что я могу закрепостить его весом на какое-то время давайте начнем с простой темы с углов положения тела и потом уже разберемся с рамками первое углы и изоляция конечностей какие углы у нас есть собственно прямая позиция далее я забираю плечо важно чтобы плечо тоже у меня контролировала его руку то есть здесь у вас нет сильно большого пространства то есть чтобы он не мог легко поставить рамку угол видите он не больше примерно 60 градусов 90 уже как бы не надо делать вот но вес у него приходится примерно на диафрагму не надо сильно заваливаться туда хотя если вы вдруг завалитесь у вас всегда есть возможность остаться и не быть перевернутым потому что вы можете растянуться туда делаем мост и поставить дальний упор как бы так вы можете сохранить позицию далее обязательно подбирайте его голову в идеале если вы сможете зацепиться челюсть за челюсть как бы если сможете вот это сделать вообще отлично угол что еще здесь есть в идеале если вы сможете накрыть его руку чем больше вы отсекли конечности тем меньше у него шансов восстановить рамки тем меньше у него шансов уйти да то есть в идеале создавайте эту позицию как контроль не ищите там болевой одна нога сверху 2 снизу я не трачу на это сил то есть я не пытаюсь его ногами сжать я именно делаю ножнички вот но здесь ему уже сложно поставить рамку здесь ему уже сложно уходить здесь я могу уже идти куда-то дальше во втором блоке посмотрим куда дальше можно идти как бы вот и соответственно контролировать его важный момент я продолжаю держать вес на нем дело этот угол видите вес сюда вес не здесь и не там он более-менее по центру эту позицию запомнили хорошо следующий момент следующий вариант угол расположены направлением к нему одна из моих любимых видов контроля именно за счет того что если вы делаете его правильно уйти из него очень тяжело но важно привыкнуть делать правильно здесь посмотрите я ставлю вес на него обе моих ноги встречают его ноги соответственно здесь ему сложно уйти моя рука контролирует бедро если нужно но важно контролируйте положение локтя если локоть уходит внутрь его бедер он может вас очень неприятно как минимум много времени как максимум задохнетесь поэтому локоть никогда не пересекает бедро я вообще упираю его обычно сюда чтобы он не закрыл треугольник если он пытается как бы закрыть треугольник а локоть уперт то я очень хорошо чувствую это движение у меня локоть чувствует это движение он не поставит если я как-то так держу то он поставит сейчас он почти поставил так так тяжело зачем мне эта рука предотвращать мостики если он хочет например сбросить меня делать мост я могу здесь его останавливать также в идеале я забираю его локоть в идеале этот контроль должен выглядеть как контроль через кимуру окей то есть изоляция руки здесь будет вот это может быть две руки в одну это может быть одна рука в одну как бы одной рукой контролирует кимуру но так тяжелее то есть у меня эта позиция например получается значительно хуже чем 2 в 1 не обязательно при этом обязательно кимуру делать это может использоваться как хороший да и долгий контроль окей попробуй чуть встать сделать что-то на обязательно я вкладываю вес в него обязательно мои пальцы и ноги работают против него нормально паш выживаешь окей сейчас делаем перемещение между позициями и отрабатываем позиции при этом не теряя постановки веса то есть это важно сейчас пара проделать именно так все правильно сделали продолжая ставить вес продолжая ставить вес пусть попробовать смастить прихватили продолжая ставить вес и можно вернуться каждый делает несколько таких перемещений и меняемся постарайтесь все время располагать вес здесь то есть не делать такое не убирать с него вес все эти углы вы меняете продолжая ставить вес него это очень важно поначалу может быть получаться чуть олиповато но как бы привыкать поехали раз-два пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь мы Вот здесь осталось на первом блоке И вот здесь второй блок Про то, как залеживать Как залеживать, как залеживать Чтобы, когда вы забрали позицию Потом про вас говорили, что вы физушный Вы залежали Вы только баллы собирали Вы так никакой болевой не... Хотя нет, про болевые будет вторая часть Для легковесов подходит А я тоже про них буду говорить, что вы тяжелый Вы легкий, но тяжелый Я в кое-то веке написал программу так Чтобы впритык, но все успеть Обычно в этом смысле все хуже Обычно ты пишешь, вычеркиваешь половину А потом тебе приходится дать две трети Я всегда стараюсь цельную структуру собрать Чтобы полностью у человека было понимание ситуации и позиции А это всегда про объем определенной информации Надо уже кем помучить